В Северной Осетии в селении Нузал молебным пением открылись вторые свято-георгиевские брехиальные чтения. Молебен в древнем храме святого Георгия возглавил архиепископ Владикавказский Аланский Зосимов в сослужении благочинных церковных округов и духовенства епархии. Под сводами средневекового храма также состоялась слития по последнему аланскому царю Узбагатару, погребенному здесь. На богослужении в Нузальском храме святого мученика Георгия присутствовали гости, прибывшие во Владикавказ для участия во вторых свято-георгиевских епархиальных чтениях, паломники и выходцы из села Нузал. Директор Национального музея Северной Осетии Бориса Сохиева рассказала гостям и паломникам историю Нузальского храма, отметив его значение для Осетии, поведала о царе Узбагатаре. Летопись уникального храма-памятника святого Георгия Победоносца чрезвычайно богата. Он служил усыпальницей осетинских царей. Его постройка восходит к XIII веку. За долгие семь столетий святыня пережила немало. И сегодня главная задача церкви и государства — сохранить этот драгоценный памятник истории и православия для будущих поколений. Внутри церкви находятся уникальные фрески XIII века, которые подписаны автором и исполнителем этих фресок Вулат-Лиак, то есть Вула из села Тли, что говорит о местном происхождении этого художника, аланского художника, который выполнил эту роспись в традициях византийской живописи. И, несмотря на размеры этой церкви, ее по праву можно считать именно церковью, потому что выполнена она со всеми требованиями каноническими. Ну и, конечно же, на сегодняшний день вообще это место само, мне кажется, нужно отнести к разряду уникальных и святых мест. Со всех сторон оно окружено различными уникальнейшими памятниками архитектуры, памятниками истории и культуры осинского народа. Одной из тем свято-георгиевских чтений стало возрождение православия на благословенной Алланской земле. Анузальский храм – зримое подтверждение того, что Осетия имеет древнюю христианскую историю. Мы сегодня заботимся, чтобы эти памятники, пока они еще стоят, пока они еще говорят, чтобы мы научились слышать то, что они нам еще обещают, то, о чем они нам говорят, то, к чему они нас призывают – вернуться на стезю своих отцов, к святоотеческой вере, и к нам придет Божье благословение, к нам придет Георгий Победоносец с благословением Божьим, и земля наша, и вера наша процветут, как и прежде. Правящий архиерей поблагодарил руководство Министерства культуры за установку навеса над древним храмом и отметил, что работы по его благоустройству и прилегающей территории необходимо продолжать. Для решения этого вопроса нужно объединить усилия церкви и государственных структур. Субтитры создавал DimaTorzok